День добрый, с вами Смирнова Ирина. Мы продолжаем нашу работу с нашим интернет-магазином, который создан на платформе WordPress благодаря плагину WooCommerce. И сегодня мы с вами будем разбирать тему добавления товара. Мы уже создали свой магазин, мы подготовили информацию для нашего товара, и мы подготовили и продумали, и создали очень хорошие изображения нашего товара. Все это делается для того, чтобы мы могли очень хорошо, вернее, показать наш товар нашему покупателю на самой первой странице, которую мы назвали витрина, чтобы на этой странице этот товар отображался очень ярко, красиво, привлекательно, и чтобы с ним было очень удобно работать. Давайте с вами зайдем вот в такую опцию, которая называется товары. Здесь у нас с вами конкретно список всех товаров. Сейчас пока у меня здесь нет никаких товаров, поэтому вот здесь есть предложение создать свой первый товар. Есть опция по добавлению товара, опция категории метки и атрибуты. Вот давайте мы с вами и разберемся с нашими товарами, со всеми позициями, которые нам необходимы для того, чтобы нам тоже было очень удобно добавлять любой товар и удобно и хорошо было с ним работать. Начнем мы с вами с категории наших товаров. Делается это исключительно для того, чтобы мы могли с вами очень быстро и хорошо дополнять товары в определенные, ну какие-то будем говорить, группы товаров. То есть категория это практически группы товаров. Или если это переходить на аналогию с блогом, то это практически рубрики наши с вами. Ну давайте вот у меня магазин, я буду добавлять готовые изделия, которые будут поступать на продажу. Например, такая категория товаров. Очень красивая, сделанная вручную корсеты. Вот мы так и назовем с вами эту категорию корсеты. Второе поле, которое у нас здесь показано при добавлении новых категорий товаров, это ярлык. Этот ярлык может быть сгенерирован практически вордпрессом, то есть не так же, как генерируется ярлык на блоге у нас с вами. Но можете вы этот ярлык записать сами. Мы помним с вами, что у нас этот ярлык будет отображаться в виде ссылки. Вот так вот я обозначу в виде ссылки. Родительской категории у нас здесь нет, вы можете здесь сделать описание. Я это описание делать не буду. Тип отображения. Тип изображения у нас мы будем отображать эту категорию и в категории товаров, и просто в подкатегориях. Потом просто выбирайте вот такое вот значение, как оба. Мы можем сюда добавить какое-то изображение своих категорий. Но чуть позже это у нас пойдет в виджетах, поэтому пока мы вот ничего сделать особого не будем. Значит просто добавляем, добавить новую категорию товаров. Таких категорий у вас может быть несколько. Вот она у нас с вами появилась, эта категория. Мы описание здесь не делали с вами, то есть мы просто создали вот сейчас для примера одну единственную категорию. Дальше мы создаем атрибуты. Что такое атрибуты? Атрибуты это свойства наших с вами изделий. Так как у меня готовая одежда, то здесь конечно в первую очередь мы должны дать ну такие определенные свойства для готовой одежды. То есть те свойства, которые дают обозначение, например, размеру этой одежды и так далее. Значит у нас могут быть у готовой одежды женской в качестве корсетов могут быть такие, например, категории, как объем груди. Здесь точно так же мы с вами вводим сюда информацию. Вот здесь обязательно мы включаем архивы, потому что весь список товаров, тех товаров, которые продавались в данном магазине. То есть мы должны как бы завлечь нашего посетителя, он должен видеть, что если даже товар где-то ушел, то есть он уже продан, то он должен видеть, что вот такого качества товар можно будет приобрести. Вот здесь вот обратите внимание более тщательно, потому что здесь у нас выбор типа атрибута, который заключается в следующем. Типы бывают в качестве выбора и в качестве текста. Если мы с вами выбираем в качестве текста, то задача наша будет состоять в следующем. Это свойство атрибута, оно дается исключительно для нашего с вами, это удобство человека, который владеет магазином. Почему? Потому что если мы с вами будем, например, давать один и тот же атрибут, у нас будет соответствовать множеству наших товаров, то каждый раз вводить этот атрибут дополнительно при добавлении товара будет у нас занимать достаточно много времени. Мы же можем с вами выбрать, например, такую возможность, как, например, дать информацию в виде текста, то есть при добавлении товара я буду заполнять у каждого товара свой определенный какой-то атрибут, или же я просто вставляю сюда, выбирая вот это значение как выбор, я вставляю сюда множество каких-либо значений, которые соответствуют практически, ну, всем вашим товарам. То есть, например, размеры. Размеры бывают там 46-й, 48-й, следующий размер 48-й, 50-й и так далее, да? То есть они у вас постоянно повторяются, вот чтобы вам не тратить время на дополнительное заполнение. Мы можем с вами вот сейчас установить, например, вот такое качество. Итак, я в данном случае выбираю выбор и пишу добавить атрибут. Обратите внимание на то, что здесь у нас обозначен тип уже Select и здесь появляется вот такая вот шестереночка. Эта шестереночка у нас дана исключительно для того, чтобы мы могли добавить вот эти самые значения, которые у нас могут появляться постоянно. Я кликаю на эту шестереночку, у меня появляется новое окно и в этом новом окне я пишу какой-либо из вариантов объема груди. Ну, например, вот в данном случае, где мы будем с вами сейчас заполнять объем 88-96 сантиметров. Я захожу в магазин и пишу 88-96 сантиметров. Это будет первая характеристика объема груди. Пишу добавить новый объем груди. У меня появляется 88-96 сантиметров, но у меня может быть еще, например, 96-100 сантиметров. Еще один добавляю добавить новый объем груди. Появляется еще один размер. Ну, например, могу написать еще 100-106 сантиметров. И еще пишу раз добавить новый объем груди. Ну, теперь посмотрите, здесь у нас появляется достаточно большое количество характеристик данной категории, как объем груди. Но вот здесь появляются еще вот такие дополнительные значки, которые нам дает плагин SEO. Вот чтобы убрать эти дополнительные значки, чтобы они нам не мешали с вами, мы обязательно выходим в настройку экрана и убираем вот эти два чекбокса. SEO и Readability. Это то, что дает нам исключительно наш плагин SEO. Здесь он нам не нужен, поэтому вот эту часть мы с вами просто-напросто почищаем, чтобы нам было достаточно удобно работать. Следующий атрибут, который я хочу добавить. Выходим в атрибут. Значит, у нас есть объем груди. Видите, несколько значений здесь появилось. Ну, теперь я беру такой объем, такой, вернее, атрибут, как размер. Пишу здесь на латинице, включаю архивы, тип опять делаю выбор и пишу добавить такой атрибут. Появляется еще один атрибут, у меня размер. Захожу вот сюда в шестереночку эту и добавляю. Какой может быть размер? Размер может быть 46-48. Пишу добавить новый размер. Дальше у меня идет 48-50. Опять добавляю новый. Дальше пишу 50-52. Вот таких три дополнительных размера я сделала. Вот они здесь все появились. Опять убираю в данном случае в настройках и SEO, и RedBellet, чтобы дополнительный здесь объем экрана не занимался. Итак, атрибуты мы с вами добавили. Ну, а теперь давайте приступим к добавлению самого товара. Захожу вот в эту функцию добавить товар. У меня появляется очень знакомая для нас с вами такая позиция, которая похожа очень на наш с вами дополнение статьи, например, или страницу в блоге. Вот здесь у нас даже с вами есть такая возможность увеличить редактор в две строки. Точно так же все, как на WordPress. Теперь наша задача с вами только заполнить нашу вот эту вот статью. Пока плагин Joas SEO я сворачиваю, об этом мы будем с вами, как работать здесь с ним, мы будем говорить с вами позже. Теперь давайте разберемся, как мы будем описывать наш с вами товар. Итак, я подготовила страничку с текстом, который я буду здесь публиковать. В данном случае товар будет называться «Костюм лето». Захожу сюда, вставляю здесь «Костюм лето». Вот такое название. Точно так же, как делаю на статье. Ставлю здесь курсор. Появляется ссылка. Видите? «Костюм лето». «Продукт». То есть домен идет. «Продукт». «Костюм лето». Все так, как мы с вами спланировали. Иду дальше. Забираю текст. «Веселый легкий летний костюм» и так далее. Вставляю вот сюда, в эту область. Все. Вопрос вот в данном случае у нас с вами решен. Здесь практически у нас все закончилось. Единственная информация, которая здесь осталась, это размер 38,42, объем по груди и стоимость его 69,5 евро. Ну, в данном случае мы с вами дадим российский рубль, потому что мы с вами тогда, когда заполняли наш сайт, мы выбирали именно российский рубль. Перехожу сюда и начинаю заполнять. Посмотрите, данные товары. У нас с вами есть простой товар. То есть такой товар, который мы с вами будем передавать, потом продавать из рук в руки, иначе говоря, простой товар – это физический товар. У нас с вами есть возможность пометить, что это виртуальный товар. То есть это тот товар, который доставлять не надо. Человек просто-напросто получает этот товар в виде какого-то файла. И есть товар скачиваемый. То есть вы сюда можете добавить какой-то инфопродукт, который даст возможность скачать ваш продукт после оплаты. То есть вот здесь у нас есть дополнительный такой выбор. Дальше смотрим. Это у нас данные товары. Теперь мы заходим в опцию «Основные». В основной опции у нас, естественно, дана базовая цена. Базовая цена у нас идет в рублях. Обратите внимание, что у нас есть базовая цена, а есть цена распродажи. Вот если я, например, сейчас напишу здесь 2000 рублей. Вот так вот я написала. Базовая цена 2000 рублей. А потом вот здесь запишу, что эта цена будет по распродаже эти, например, 1500. То в результате мы получим с вами зачеркнутую цену 2000 рублей и выведенную цену в пенди на 1500. Если мы кликнем вот на эту ссылочку «Запланировать», то мы можем здесь даже установить дату распродажи. То есть именно с какого числа начнется у нас с вами распродажа. Это очень удобно. Я оставляю пока цену 2000 рублей. Дальше мы заходим в запасы. В запасах вы можете установить артикул, вы можете управлять запасами на уровне товаров. Значит, я здесь сразу пишу, что количество в запасе, например, у меня единица одна. Разрешить предзаказы. То есть что значит человек посмотрел, вот мы архивы с вами включили, что ему понравилась, например, эта продукция. И он захотел ее заказать. Мы можем разрешить, а можем не разрешать заказывать. Если мы пишем «Разрешить», то у нас пойдут дополнительные опции по созданию заказа наперед, так сказать. Здесь можем разрешить, но дополнительно перед этим мы уведомляем клиента, можем мы это сделать или нет. И здесь пишу просто «Не разрешать». Статус остатка. В наличии в данном случае или не в наличии. Я оставляю в наличии. Вот эта вот опция идет продажа индивидуально в одном заказе. Мы пока ее включать не будем, просто оставим вот в таком виде. Оставили. Переходим к доставке. Доставку мы с вами еще не установили, поэтому я пока оставляю эту опцию пустую. Сопутствующие. Апсела, кроссовая, группировка. Это тоже чуть позже мы с вами будем работать по определенным группам. Пока это тоже с вами оставляем, так сказать, незаполненные. Атрибуты. Вот здесь нам нужно добавить наши атрибуты. Значит, индивидуальный атрибут товара – это то, что мы с вами перед этим заполняли. Вот я нажимаю вот на эту галочку и выбираю, например, по объему груди. Пишу «Добавить объем груди». И выбираю значение. Пишем мы, что это отображать на странице товаров. Вот только, как видите, я поставила сюда курсор, у меня выпадает информация. Ну, я беру вот такую вот информацию 88.96 в данном случае. И пишу «Сохранить атрибут». Один атрибут мы с вами добавили. Теперь давайте добавим второй атрибут. Заходим сюда, выбираем размер, пишем «Добавить». Вот он у нас появился. Кликаю сюда и пишу, выбираю, например, 46-48. И пишу «Сохранить атрибуты». Здесь у нас идет информация дополнительная о товаре. Перед публикацией я выбираю категорию. Если у меня было бы здесь несколько категорий, я выбирала бы их несколько. В данном случае у меня одна категория – корсеты. Метки я здесь не добавляю. Но метка может быть какая, например, выходная одежда. А вот здесь мы с вами должны задать изображение. Вот здесь две плашки у нас. Первая плашка – это мы сдаем изображение самого товара. И вторая плашка – это галерея товаров. То есть здесь создается галерея, чтобы мы могли посмотреть наш товар со всех сторон. Итак, мы с вами подготовили изображение. Я выбираю файлы. Файлы у меня здесь находятся в папке «Загрузки». Вот в такой вот папочке. Я, естественно, для самого изображения выбираю такой корсет или такой костюм, чтобы он был, так сказать, во всей красе показан. Вот я выбираю это изображение. Это изображение у меня загружается. Изображение достаточно большое. То есть создавалось с очень хорошей высокой пиксельностью. То есть чтобы изображение было очень четкое. Но загрузка идет достаточно долго. Поэтому нам придется немножечко подождать. Я отключу сейчас запись. И потом заново подключусь после загрузки. Итак, я загрузила изображение. Теперь давайте мы просто подгрузим их вот в данном случае вот на эту страницу, на страницу товара. Задаю изображение товара. Вот это изображение вот этой девушки в этом костюме я выбираю. Просматриваю его. Обязательно посмотрите. Размеры его. Подпись. Берем костюм лета. Обязательно делаем атрибут описания. Обращаем внимание на то, что наш плакин, который уменьшает наши картинки, хорошо поработал. На 31% уменьшил изображение. И пишем задать изображение товара. Вот оно здесь у нас появляется. Теперь добавляем картинки в галерее товара. Все то же самое делаем. Вот таким вот образом загружаем. Загрузили. Теперь наша задача с вами просто опубликовать. Пишем опубликовать. Кликаем вот на эту кнопочку. И выходим в наш магазин. Смотрим, что у нас с вами получилось. Вот наша витрина. Это единственный, так сказать, результат, который у нас здесь появился. Здесь мы сейчас с вами не почистили даже виджеты. Это у нас чуть позже будет. Вот наше изображение. То самое изображение на витрине, которое у нас здесь стоит. Что мы можем делать? Мы можем выбрать этот костюм лета, нажав, кликнув на этот костюм. У нас мы видим сам костюм, мы видим его стоимость. Мы видим, что он у нас в отличие, в единственном числе, что это категория корсета. Вот у нас идет описание того, что мы с вами добавили. У нас есть дополнительная информация, которая показана в виде объема груди и размера. У нас включены отзывы, но пока отзывов у нас, естественно, нет. Видите, здесь такая информация идет. Чуть позже у нас можно будет сделать рейтинг. Опять, это чуть попозже мы все с вами это делаем. И теперь смотрим, как у нас просматривается в данном случае вот эта вот наша галерея изображения. Посмотрите, вот оно изображение костюма лета. Теперь я кликаю вот на эту картиночку. Появляется увеличенное изображение. Вот такое вот. Мы можем его увеличить на весь экран. Мы можем просмотреть эти изображения. Вот таким образом, пожалуйста. Пролистываем сюда. Вот все изображения наши, все четыре изображения здесь у нас показаны. Можем пролистать их вот таким образом. Кликая просто вот на эту стрелочку. Закрываю. То есть ваш клиент может это сделать, а потом добавить в корзину. И у нас появляется, посмотрите, товар в корзине. Один товар. Показан, что это костюм лета. Ваш покупатель может передумать покупку. Он может нажать вот на этот крестик и удалить эту позицию. Здесь появляется под итог. То есть сумма всей корзины. В данном случае у нас одно изделие. Поэтому всего две тысячи здесь. Здесь мы можем оформить заказ, перейти. А здесь мы можем перейти в саму корзину. Итак, на этом я сегодня заканчиваю. Вот таким образом мы с вами оформляем наши товары. И загружаем их на наш сайт, где мы установили магазин. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина.